Всем привет дорогие подписчики и случайные зрители этого канала. Сегодня у нас на обзоре будет предатор от компании Висмек и клирик Эллабо, надеюсь я его правильно назвал. В этом видео я вам уже расскажу свои ощущения от долгого использования данного мода и если вы хотите посмотреть еще немножко больше информации об этом моде, вы можете посмотреть первый взгляд, нажав на буквочку И, которая сейчас всплывет и перейти туда. Ну а здесь будет более такой подробный в мелочах, вернее как о мелочах данного мода и нюансах. Давайте переместимся на стол и начнем его рассматривать. Теперь еще разок быстренько комплектацию макулатура, тут есть инструкция на бак и на мод, идут они также еще и на русском языке, предусмотрен предупреждение. Два испарителя, один из них установлен в самом клирике, другой у нас идет запасной, один на 0.2, другой на 0.25 Ом. И зарядочка, USB кабель, который поддерживает данный кабель до 2 Ампер, как заявляет сам производитель и конечно же сам модик с самим баком. Теперь бегло сделаем несколько замеров, вес данного мода без аккумуляторов 172 грамма, хорошо. И добавляем сюда два аккумулятора 262 грамма, добавляем еще сюда атомайзер, но он немножко заправлен, 329 грамм. По размерам, высоту он у нас 87 миллиметров, в ширину 44 миллиметра и в толщину 29 миллиметров. Посадочное место, напоминаю, здесь 25 миллиметров, абсолютно спокойно сюда садится, так как наш данный бак 25 миллиметров. И даже есть еще чуть-чуть места и можно даже до 26-27 миллиметров. В первом взгляде я ставил сюда дабтанк и как бы он слегка-слегка выпирал. То есть по посадочному месту здесь все очень хорошо. Чуть-чуть давайте поговорим о самом клирике Эллада или как-то так. Итак, здесь с тягой, со вкусопередачей у меня никаких проблем не возникало, то есть меня устраивает его вкусопередача как клирик, то есть ничего особенного. Но есть один минус, который меня здесь очень сильно раздражает вот в этом клирике. Это у нас заправка. Как она происходит? Обратите внимание, что данный дриптип, он шатается, то есть он не сидит на одном месте. Вытянуть его, ну как бы надо приложить усилия, то есть это не так просто. То есть, ну, это сделать можно. Мы его вытянули. Вообще компания Wismac предлагает его полностью извлекать для того, чтобы заправить. И как мы видим, здесь есть стрелочка, вбок отодвинули и здесь у нас есть отверстие для заправки жижончика. Вот, но в принципе можно просто данный дриптип, сейчас вот, слегка приподнимать его вверх и потом открывать. Но меня раздражает то, что сам данный дриптип чуть-чуть болтается. Ну, может для кого-то это не критично, но мне это жутко не нравится. Но, если вас это не смущает, можете брать наборчиком. Только потом будете в Китае или еще где-то у вас в магазинах, докупайте испарители на данный лирик. По самому покрытию данного мода. Здесь у меня цвет сильвер. И, как вы видите, нигде никаких там царапин, еще чего-то такого нет. Я, конечно, его старался носить более-менее аккуратно, но даже при этом обычно появляются какие-то царапины. Но здесь их нету и тоже очень хорошо. Как мы видим, даже на верхней площадке, если они даже может где-то есть маленькие, то их совсем не видно. Так как мы добрались до верхней площадки, давайте посмотрим сам коннектор. Он вообще уже изменен. Он, как вы видите, такой кругленький. И, походу, компания Wismax здесь обновила сам коннектор. Проблем у меня с ним не возникало. Ход у него довольно-таки глубокий, мягкий. Все очень приятно. То есть, нет никаких нареканий. Единственное, что коннектор неровно установлен, походу. Потому что данный край чуть-чуть атомайзера, то есть, приподен. Здесь он лежит полностью, прилегает. А здесь есть легкий-легкий просвет. Его трудно заметить, но он имеется. Просто это учитывайте. Возможно, это у меня на моей версии. И, возможно, у вас такого уже не будет. Также хочу отметить, что под данной крышечкой, под данную кнопочку. То есть, здесь кнопка боковая. Она находится только с одной стороны. С другой стороны просто такая же самая часть. То под нее будет забиваться грязь, всякая срань, мусор и все остальное. И нужно будет чистить это все дело. Из того, что я вижу, на сам экранчик наклеена пленочка. Я ее сдирать не буду, так как наклеена она очень хорошо. И я считаю это плюсом. Здесь же у нас располагается USB-порт, через который мод наш можно перепрошить. И также компания Wismac заявляет, что можно и заряжать. Но сама этого не рекомендует. Рекомендует использовать зарядное устройство. Но, вроде как, можно. Упортость тоже присутствует. Ну, а о самой зарядке мы поговорим уже чуть дальше. Значит, снизу у нас идет аккумуляторный отсек. Как вы видите, за время использования, как бы, с ним ничего не случилось. Здесь, тут есть также, как я и говорил, в первом взгляде, небольшие бортики металлические, которые не дают елозить по столу самой этой пластиковой крышкой. Тоже очень хорошо, приятно. Вот с открыванием данного отсека, пока там нету аккумулятором, возникают некие проблемы. Потому что, вот, вниз опустили, и он выпал. То есть, если здесь установлены аккумуляторы, они его начинают выталкивать, и становится все гораздо легче. Также многие могут сетовать на данный язычок, как мы все помним, с кубоидов еще. А не ломаясь, и как-то это было не очень приятно. Здесь же я его использую даже неаккуратно. Я специально закрывал аккумуляторный отсек простыми движениями, когда я просто брал таким вот образом и давил на него, защелкиваясь. Все, он защелкнулся, и вот так я его использовал. Как вы видите, с самой язычком, с самим язычком, ничего не случилось. Тоже все очень хорошо. Напомню, что аккумуляторы с толстой изоляцией, если вы, допустим, будете перепаковывать, у вас сюда не выйдет установить, допустим, вот, аккумулятор Keep Power, и он сюда, ну, заходит. Ну, вот, еле-еле, и вытянуть его будет потом, в принципе, трудновато. Поэтому использовать с толстой изоляцией, или, допустим, с такими наклейками, как Keep Power это любит делать, не стоит. Или сорвать ту наклеечку. В принципе, больше проблем у меня с аккумуляторным отсеком не возникало. Теперь же давайте поговорим по комбинациям клавиш в данном моде. Если мы в выключенном состоянии, как видите, пятикратным нажатием он выключается, зажмем кнопки плюс и минус, что, кстати, удобно, это можно делать тут одним пальцем и очень легко. Удерживая, мы можем перевернуть экран вверх, ну, и, может быть, кому-то будет удобно. Таким же способом мы переворачиваем его в классическое, удобное для нас положение. Если мы зажимаем кнопку вправо и кнопку пуск одновременно, удерживаем все это в выключенном состоянии, держим подольше, подольше, мы переходим в настройку наших пресетов под термоконтроль, под разные металлы. Тут уже как вам будет это все угодно. Дальше, если мы зажмем кнопку влево и кнопку пуск, удерживаем, опять же, нужно подольше подержать, держим, мы можем видеть заряд наших обоих аккумуляторов, что тоже, в принципе, приятно. Если мы уже, допустим, включаем наш мод, мы нажимаем пять раз на кнопку пуск, то есть пять раз его быстро сдавливаем, но если мы будем продолжать это все дальше после включения самого ввода, продолжаем, вот, есть, загорелась версия прошивочки. 5.0.4. На данный момент это самая свежая прошивка, я проверял на сайте, но узнать, какая у вас, тоже можно. Дальше, если мы во включенном состоянии зажмем кнопки плюс и минус, будем их удерживать, мы можем заблокировать кнопки плюс и минус, но при этом кнопка пуск у нас будет работать, то есть она будет подавать напряжение на ваш атомайзер. Таким же способом мы снимаем блокировку. Если же мы зажмем кнопку вправо и кнопку пуск, удерживаем их, держим, здесь мы переходим в менюшку, здесь мы можем включить или выключить наше лого, как вы видите, потом мы можем перейти в настройку прихита, здесь мы выставляем мощность, на которую он будет разогревать при нажатии кнопки пуск, когда вы вот первый раз нажали и держите, вот он на такое-то время подаст вам ту мощность, которую вы выставите. Сейчас мы перейдем и вот мы можем повышать или понижать нашу мощность. Кнопкой пуск мы переходим и выбираем время, на сколько же оно будет нагревать на ту мощность, которую мы выставим, до 2 секунд от 0,1 секунды или в OFF режим, ну допустим выставим 0,8 секунды. И также у нас есть еще мы дальше можем посмотреть в этой же менюшке, включить режим прошивки, он как-то так быстро выходит из этого меню, но это сделать можно. Если мы зажмем кнопку влево и кнопку пуск, будем их удерживать, держим и можем включить стелс режим, то есть в этом режиме, когда мы нажимаем кнопку пуск, ну тут должен стоять атомайзер, экранчик у нас не будет загораться, он будет загораться только тогда, когда вы будете нажимать плюс или минус. Таким же самым образом мы можем выключить стелс режим. Также трехкратным нажатием на кнопку пуск мы заходим в меню настроек, и здесь у нас вот мигает пауэр, мы можем переключиться вниз и допустим видеть количество затяжек. К сожалению, камера как-то плохо это все передает. Здесь 2019 затяжек на данный момент. Дальше мы можем переместиться в режим термоконтроля, здесь мы можем у нас выбрать, как видите сейчас там титан, есть сталь, есть никель. Дальше мы можем переместиться в менюшку и выбрать мощность, которую мы будем подавать сейчас, ну преднагрев, сопротивление заблокировать, затяжки так же само, можно переключить там секунды или затяжки видеть. Ну или обратно вернуться во все это дело и переместиться дальше в режим TCR, тот металл допустим, который вы хотите парить и сделали преднастройки. Теперь же давайте поговорим по зарядке данного мода. Итак, вынужден еще признаться, что у меня до этого, как казалось, был кабель, который шел от блока питания, не высокотоковый. Вот такая печаль беда. И да, многие замеры были просто неправильными. К сожалению, да, вынужден признать эту вину. Об этом я еще думаю сделать отдельный видосик, но как бы ошибки нужно уметь признавать. Здесь сейчас кабелек, который способен пропустить до 2 Ампер. Он взят из комплекта iStick QC. На нем даже есть там пометочка, что 5 Вольт 2 Ампера. Кто хочет, может посмотреть первый взгляд по данному iStick'у и убедиться в этом. Здесь я уже произвел замеры на нем, на этом кабеле, да, что он правильно все показывает. Ну что ж, надеюсь, что в дальнейшем уже дальше ошибок таких не будет. Значит, мы подключили сейчас наш модик, подключили токовые клещи и видим плавный рост самой мощности, самих Ампер. Зарядочка, как вы видите, идет. Повышается все плавненько. Это немножко странно для меня, но я думаю, что это очень хорошо, потому что нет резкой нагрузки и он плавно смотрит, а сколько же моду нужной сюда сейчас мощности. и он ее начинает сам мод постепенно, постепенно тянуть с блока питания. И, как вы видите, вот сейчас на этих цифрах примерно 1,8 у нас все останавливается. Нет, по чуть-чуть еще растет. Хорошо, вот уже почти, почти 1,9. Давай, давай, жги, жги. Ну, в общем, 1,8, 1,9, то есть почти 2 Ампера, это тоже очень хорошо. По 1 Амперу почти на каждый аккумулятор, тоже очень классно, через сам модик. Кстати, замечал вот такую интересную вещь, вот нажму на кнопку пуск. Сейчас, да, надо накрутить наш Атом, для того, чтобы вам показать интересную вещь. Вообще, конечно, это, вообще, это плохо, лучше так не делать. То есть, это так называемый режим, типа, по стру, по стру. Видите, начинает сразу же резко скакать сами Амперы, которые подаются сейчас на сам наш модик. Раз, поднялись и упали обратно вниз, и потом по чуть-чуть восстанавливаются. Вот такая вот ситуация. Дальше уже более подробно расскажу в отдельном видосике, что, почему и как, что изменилось. Но, данные уже показания правильные. Мы все уже это проверили методом сравнения, тыков и всего остального. Итак, мой дорогой подписчик, что бы ты хотел, конечно, узнать? Главный вопрос, а стоит ли его покупать или нет? Бла-бла, а скажи нам, ответь на этот глобальнейший вопрос. Я не смогу вам ответить на этот вопрос. Стоит ли лично вам покупать? Я могу сейчас описать свои ощущения от использования данного мода, и вы уже сами можете примерно понять, а нужно ли вам вот такое или нет. Сразу начнем с разряда аккумуляторов в данном моде. Здесь он их разряжает в 3.3, если они у вас сбалансированы. Там 3.33, 3.36, вот в таких пределах. То есть, вполне нормально, работоспособность у данного мода отличная. Дальше. Зарядка через сам мод. Сама компания Wismac на своем сайте пишет, что можно заряжать. Но там же она еще и пишет, что желательно заряжать в отдельном зарядном устройстве. Вот как-то так. То есть, ну, в принципе, за зарядку в 2 А, ну, там почти. Чуть-чуть не хватает. Может, это погрешности и все остальное. Тут реальных 2 А. Так что, учитываем, что да, есть тут 2 А, и это тоже плюс. Сам дизайн и эргономика, наверное, вот правильно, наверное, сказал, удержание данного мода. Она очень классная. Кнопка здесь очень удобная. Ее можно нажимать в любом положении, как бы вы не держали руку. Вы можете его взять, просто в любом положении удерживать, и вам будет удобно нажимать кнопку. Это тоже большой плюс. По работе платы. Здесь тоже у меня никаких претензий нет. Есть прихит, хорошо разогревает спиральку, все отлично. Еще один плюс. Данные металлические части у этого мода алюминиевые, что делает его не таким уж и тяжелым. Здесь аккумуляторы и бачок в основном дают весь вес. И при этом всем он компактненький. Маленький, компактный, очень удобно, очень удобно лежит в руке. Дальше проблем с крышкой у меня не возникало. Да и в принципе проблем у меня с этим модом не возникало. Да вообще никаких. Единственное, что да, в данной расцветке, сильвер, вот на эту краску как-то все быстро налипает. Вот срань с рук скапливается здесь. Ну, нужно взять салфеточку и протереть. Ну, вы и так делаете это в принципе со своими модами. Вы их чистите, аккуратно за ними ухаживаете. И все у вас тоже будет хорошо. По поводу клирика Эллада. Я вот на нем пробую жидкости, которые я знаю, какие на вкус на дрипке. Да, конечно, это не тот вкус, как на дрипке я получаю. Но я узнаю этот вкус и это тоже очень хорошо. Это хороший показатель для самого клирика. Да, единственное, как я показывал, меня бомбит эта вот заправка в этом моде. Ну, кому-то будет пофиг. Дриптип, по крайней мере, он сам по себе у вас никогда не слетит. То есть у вас не выйдет такого, что он у вас просто выпал. Но заправка, я считаю, такая немного неудобная. Объем данного бака будет зависеть от того, какой вы клирик сюда установите. Там 4,9 и 4,6 миллилитра. Разница, на самом деле, небольшая. Испарители, да, имеют там свой определенный размер. Один меньше, другой больше. Ну, как бы, не особо критично. В целом, я доволен данным модом. Купить его вам или нет, я надеюсь, что, посмотрев данное видео, вы сможете определиться и решить для себя. А вашей благодарностью, может, послушайте лайк под видосиком, комментарии, что вы думаете об этом видео. И самой большой благодарностью, это если вы поделитесь этим видео у себя на страничке в соцсетях, чтобы рассказать друзьям о канале. Всем удачного, до свидания.